МАРК БЛОК Летом 1939 года Марк Блок вторично добровольцем пошел служить во французскую армию. Летом следующего года из-за сожженного немцами Дюнкерка он переправился в Англию и немедля вернулся в Нормандию для продолжения борьбы. Но Франция капитулирует, и Марку Блоку остается только подпольно-партизанская работа. Историк не верит в то, что Франция сможет освободиться самостоятельно. Но когда ее освободят другие, говорит он, как бы не умереть со стыда, если ты сидел сложа руки. 8 марта 1944 года Марка Блока арестовала Гестапо. После долгих допросов его приговаривают к смертной казни. 16 июня 1944 года его повезли на расстрел. Сидевший рядом с ним 17-летний юноша заплакал. Марк Блок утешил его. Не бойся, они нас расстреляют. Это будет очень быстро. Для того, чтобы понять, что случилось во Франции после разгрома в Польше, нет более точной и правдивой книги, чем вот это странное поражение Марка Блока. Готовность их к Франции, к войне с Германией мы еще вернемся в последующих наших сериях. Но я сейчас хотел бы процитировать одни очень точные и короткие слова. Эта война гораздо меньше взволновала умы и сердца людей. Это серьезная ошибка. Наш народ не хотел этой войны. Ни один француз в 1939 году не желал умереть за Данцик. Редактор субтитров А.Семкин В первую неделю ноября германский генеральный штаб предпринимал отчаянные попытки убедить Гитлера в том, что Вермахт не готов к победоносной войне на Западе. Фюрер твердо стоял на своем, и главным его аргументом было быстро текущее время, которое, по верному убеждению Гитлера, работало против Германии. Часть генералов готова была даже вступить в оппозицию Гитлеру, но так и не вступила, ограничившись разговорами. Ни одна высшая командная инстанция не рассматривает наступление в качестве обеспечивающего успех, записал в своем дневнике начальник генштаба Франц Гальдер после инспекции армейских штабов на Западном фронте. Гитлер думал абсолютно иначе и был по-своему прав. Первой датой назначенного им наступления было 7 ноября, но приказа атаковать в этот день не последовало. Основанием для отмены стали плохие погодные условия и положение на железнодорожном транспорте. В течение ноября день Д, – так было зашифровано начало наступления на Западе – переносился еще 4 раза. Рассматривая события этого месяца, приходишь к выводу, что начало Большой войны откладывалось не только из-за погоды или из-за молчаливой оппозиции генералов, которую Гитлер чувствовал кожей, но особого внимания все-таки не обращал. Склонный к импровизации, сотворению собственной истории, Гитлер не был удовлетворен тем, что план сокрушения Франции, атакой обходом через Бельгию, полностью повторял план Шлиффена 1914 года, план, так и не приведший к успеху в Первой мировой войне. Ныне Генштаб решил к захвату Бельгии добавить еще и Голландию, а в остальном это был, конечно, плагиат. Да, решимости атаковать западных союзников Гитлеру всегда хватало. Принципиально от этого решения он никогда не отказывался, но ему долго не представлялось подходящего благоприятного момента. 8 ноября Гитлер по традиции появился среди старых партийных соратников в мюнхенском пивном зале «Бюргер Браукеллер». Он выступил с речью памяти жертвы героев 9 ноября, участников гитлеровского путча 1923 года в Мюнхене. После выступления Гитлер неожиданно для всех покинул зал, а еще через 10-12 минут после его ухода в мемориальной пивной прогремел мощный взрыв. 7 человек были убиты и 63 ранены. Многие из них тяжело. Бомба была заложена в ближайшей к месту Гитлера колонне. Около нее он всегда располагался, произнося речь перед старыми товарищами по национал-социалистскому движению. Об этом взрыве в пивном зале Мюнхена до сих пор нет ясного единого мнения. Германская пропаганда немедленно возложила ответственность за это покушение одновременно на английскую разведку и на оппозиционный черный фронт Отто Штрассера. Главным исполнителем покушения был стольер-краснодеревщик Иоганн Эльзер. Был ли он пстителем-одиночкой, или его к этому террористическому акту ввели германские службы безопасности и гестапо, сказать сегодня очень трудно. Целый букет странных обстоятельств говорит о том, что, скорее всего, это была провокация. Дело в том, что, во-первых, взрывное устройство, изготовленное Эльзером, было очень сложной конструкцией с двумя дублирующими детонаторами. Изготовить в одиночку такое в подполье довольно трудно. Во-вторых, Гитлер довольно поспешно покинул зал, хотя обычно любил остаться, чтобы поболтать со старыми соратниками. В-третьих, отсутствовали Геринг и Гиммлер, активные участники пивного путча 1923 года. В-четвертых, Ганс Эльзер был задержан 10 ноября на швейцарской границе, и в кармане у него была обнаружена открытка того самого зала, Бюргер Браукеллер, и даже на колонне, в которой он заложил взрывное устройство, стоял крестик. Что? Эльзер был настолько ненормален, что носил у себя в кармане стопроцентную улику? Интересно и то, что после допросов Эльзера не привлекали к суду, а просто посадили в консеркционный лагерь. И он сидел там до самого апреля 1945 года. В середине апреля этого года все германские газеты и радио сообщили о смерти Эльзера, будто бы при бомбардировке союзников. На самом деле он был расстрелян по личному тайному приказу Гиммлера. Так что в этой истории всюду ходят привидения. 9 ноября в Коблинце по инициативе генерал-полковника Риттера Вильгельма фон Лейеба состоялась встреча трех будущих фельдмаршалов гитлеровской армии. И так встретились фон Лейеб, Герт фон Рунштетт и Феодор фон Бок. Религиозно настроенный Лейеб незадолго до встречи, написавший меморандум, в котором он доказывал, что германской нации прежде всего необходим мир, «Германская нация жаждет мира», дословно писал Лейеб, а во время встречи со своими военными коллегами он предложил всем вместе подать в отставку и, может быть, этим решительным актом попытаться остановить агрессивные устремления Гитлера. Рунштетт и Бок внимательно выслушали Лейеба, но в отставку подавать отказались. Они мотивировали отказ тем, что у Гитлера достаточно других генералов, готовых идти за ним в огонь и в воду. Из международных событий ноября 1939 года. В самом начале месяца президент Соединенных Штатов Рузвельт принял решение конвоировать переходы через океан торговых судов американскими военными кораблями. Япония перешла к принудительной скупке риса у крестьян. Этакий ленинский вариант грабежа крестьян с помощью продразверстки. Правда, закупочные цены более-менее устраивали японских производителей. Великобритания и Франция объявили о гарантиях голландско-бельгийского нейтралитета. По их мнению, какие-либо переговоры о мире возможны только после того, как Германия вернет независимость Чикословакии, Польши и Австрии. Поскольку в англо-французском коммунике упоминалась и Австрия, которая фактически добровольно и с большим воодушевлением вошла в состав Третьего Рейха и бесспорно ни у кого независимости не просила, Гитлеру стало ясно, что миротворцем ему уже быть не суждено. В конце ноября Великобритания и Франция приступили к тотальной блокаде германских портов. Спасающим для Германии стал в это время Союз с Советской Россией. Немцы получали все необходимое для их экономики континентальным путем. Во второй половине ноября выпавшие ему козырные карты начал использовать и Советский Союз. Под настойчивый сталинский прессинг попала Финляндия. Уже 3 ноября Молотов на переговорах о границах с делегацией Финляндии сказал, мы, гражданские лица, не достигли никакого прогресса. Сегодня получают слово солдаты. Советская сторона на переговорах требовала присоединения части Карельского перешейка, в свое время отданная Александром I широким жестом княжеству финляндскому, и военных баз на территории соседней страны, которые бы обеспечивали Советскому Союзу полный контроль над выходом и входом в Финский залив. Конечно, была и программа «Максимум». Сталин никогда не забывал, что Финляндия – это часть Российской империи. 13 ноября он заявил членам финской делегации, что его очень заботит и тревожит то, что Ленинград расположен всего в 30 километрах от финской границы, и не без остроумия заметил, «Ленинград мы отодвинуть не можем, а поэтому должна отодвинуться граница». Глава финской делегации твердо ответила, что со стороны Финляндии не может быть и речи о территориальных уступках. К этому времени обе страны уже активно готовились к войне. СССР к наступательной, Финляндия к оборонительной. Требовался только весомый предлог для ее начала. Или провокация. Финляндия предчувствовала это. Маршал Маннергейм еще в октябре приказал отвезти всю полевую артиллерию за линию укрепления, откуда ни одна батарея не смогла бы произвести выстрелы по советской территории. В войне на море англичане несли большие потери от германских мин и подводных лодок. На минах подрывались и торговые, и военные корабли. Тяжелые повреждения получил крейсер «Белфаст». Подводная лодка Гюнтера Прина У-47 потопила британский крейсер «Лондон-Класс». Поздним вечером, 22 ноября, немецкий самолет в море вблизи английского порта Шубринес сбросил на парашюте какой-то крупный предмет. Предмет упал недалеко от берега во время прилива, и английские наблюдатели поняли, что когда наступит морской отлив, они смогут обнаружить искомы. В первые месяцы войны военный и торговый флот Великобритании понес тяжелые потери от малоизвестного типа мин, которые немцы обильно ставили у входа в английские порты. Несмотря на тщательное постоянное отроление, корабли и суда продолжали подрываться. Гитлер даже намекал, что эти мины являются секретным оружием Германии, и спасения от них нет. На следующий день, 23 ноября, в часы отлива, в прибрежном Илье англичане обнаружили не одну, а целых две магнитные германские мины. Они были извлечены со дна морского и отправлены в Портсмут для подробного исследования. После опасной разборки английские специалисты постигли основной принцип взрывной работы этих мин и придумали противоядие. Теперь корабли проходили процедуру размагничивания с помощью электрического кабеля, которым опоясывали корпус судна. После этого корабли спокойно проходили над спрятанными в глубинах германскими смертоносными минами. Германский флот продолжал использовать тактику одиночных рейдеров. Немецкие корабли, уклоняясь от встреч с британскими эскадрами, предпочитали свободную охоту в Атлантическом океане. В Южной Атлантике свирепствовал линкор адмирал Граф Шпея. К концу ноября рейдер отправил на дно уже восемь британских судов. Германские линейные корабли Шарнхорст и Гнизенау 23 ноября южнее Исландии в открытом бою потопили британский вспомогательный крейсер «Равалпинги». Правительство Великобритании начало задумываться о поисках более эффективной тактики действий против германского флота. Во второй половине ноября Гитлеру стало ясно, что в германских вооруженных силах существует неорганизованная, но многочисленная генеральская позиция его планом наступления на Западе. В директиве номер восемь на ведение военных действий Гитлер приказывал сохранять готовность, чтобы немедля воспользоваться благоприятными метеоусловиями, а через три дня, 23 ноября, фюрер решил атаковать сомневающихся в конечной победе генералов. На секретном совещании с руководителями вооруженных сил Гитлер выступил с предельно саморазоплачительной декларацией. «Цель этого совещания – довести до вас мои идеи о мире, которыми я руководствуюсь в преддверии будущих событий, и сообщить вам мои решения. У меня достанет ясность и ума, чтобы представить вероятный ход исторических событий», говорил своим генералам Гитлер, «и твердой воле, чтобы принять жестокие решения. В качестве последнего фактора я со всей скромностью должен назвать собственную личность. Я незаменим. Ни одна личность, ни из военных, ни из гражданских кругов, не смогла бы меня заменить. Попытки покушений могут повториться. Я убежден в силе своего разума и в своей решимости. Никто не сделал того, что сделал я для германского народа. Я поднял немецкий народ на большую высоту, хотя сейчас нас и ненавидят во всем мире. Судьба рейха зависит лишь от меня». Далее Гитлер перечислил все свои политические и военные успехи. Этот список производил в ноябре 1939 года подавляющее, неизгладимое магическое впечатление, ибо Гитлер в течение насыщенных событиями шести с половиной лет не знал ни удачи. И попеняв генералам, что они не прониклись духом его победоносного гения, фюрер продолжал. «Мое решение непоколебимо. В ближайшее время я выберу благоприятнейшие моменты, нападу на Францию и Англию. Нарушение нейтралитета Бельгии и Голландии не имеет никакого значения. Ни один человек не станет спрашивать об этом, когда мы победим. Пока я жив, я буду думать только о победе моего народа. Я ни перед чем не остановлюсь и уничтожу каждого, кто против меня. Но я намерен уничтожить врага». Германские генералы выслушали эту эффектную эмоциональную речь в полном молчании. Трудно сказать, насколько благовеянным было их молчание, но возражений не последовало. Правда, уже после войны генерал Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками, утверждал, что вечером этого же дня, 23 ноября, он подавал в отставку. Но Гитлер урезонил его словами, что он обязан выполнять свой долг точно так же, как и любой другой солдат. И Браухич, и остальные офицеры продолжили исполнение своего долга. К этому времени они уже прекрасно знали о нацистском варварстве в Польше. Юрист и гангстер-интеллектуал Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, приступил к безжалостному истреблению польской интеллигенции. «Поляки будут рабами германского рейха», – заявил Ганс Франк, одной из задач которого была и транспортировка в Германию дешевой рабочей силы из Польши. Ничего подобного история войн до этого не знала. В 20-х числах ноября в советских газетах начала настойчиво обсуждаться тема безопасности СССР от притязания агрессивной финской военщины. И этому бреду многие верили, хотя население Финляндии было меньше числа жителей одного только города Ленинграда. Что касается финской военщины, то сегодня мы знаем, что финский военный руководитель барон Маннергейм, кстати сказать, воспитанник русской императорской армии, которым мы, русские, можем гордиться и будем гордиться, когда как следует о нем узнаем, предлагал пойти на определенные территориальные уступки Советскому Союзу. Но общественное мнение Финляндии было настроено категорически против. 26 ноября. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов вручил посланнику Финляндии ноту, в которой говорилось, что в 15 часов 45 минут этого дня наши войска, расположенные на Карельском перешейке у границы Финляндии около села Майнела, были неожиданно обстрелены с финской территории артиллерийским огнем. Всего было произведено 7 орудийных выстрелов, в результате чего убито трое рядовых и один младший командир, ранено 7 рядовых и двое из командного состава. Советские войска, имея строгое приказание не поддаваться на провокации, воздержались от ответного обстрела. Необходимо сказать, что целый ряд свидетелей, с которыми мне довелось беседовать, утверждали, что никаких выстрелов не было вообще. В частности, например, Николай Ефимович Пухов, сын раскулаченного крестьянина, переселенного с Украины, проживавший в Майнела в ноябре 1939 года, говорил, что он не слышал никаких выстрелов, хотя прекрасно помнит всю последнюю декаду ноября 1939 года. Боец 24-й стрелковой дивизии, взвода связи 168-го стрелкового полка Михаил Ефимович Ивин, с которым беседовал автор в 1992 году, связисты которого находились в тот день в Майнела, тоже утверждал, что никаких выстрелов не было. Тем не менее, финны предложили в ответ на ультиматум произвести расследование, как это было предусмотрено Конвенцией о пограничных комиссарах 1928 года, упомянув, что, возможно, имел место несчастный случай во время учений на советской стороне. Каково же было потрясение финского посла Ирия Коскина в Москве, который получил вторую ноту Вячеслава Михайловича Молотова о том, что финны грубо издеваются над жертвами артиллерийского обстрела, и после этого Советский Союз не считает себя связанным какими-либо внешнеполитическими международными договорами и обязательствами с соседней стороной. Любопытно, что 29 ноября за одни сутки, менее чем за сутки до начала боевых действий, посол Финляндии в Москве господин Ирия Коскинен заявил Молотова о том, что правительство Финляндии готово удовлетворить все требования Советского Союза, сесть за стол переговоров, вернуться к вопросу о переносе границы, отвезти свои пограничные войска на Карельском перешейке на 20-30 километров вглубь. Но Молотов заявил, что с этого момента все отношения между Советским Союзом и Финляндией, между правительствами Советского Союза и Финляндии исчерпаны последней нотой Советского Союза, которая фактически означала скрытое объявление войны. Мы уже упомянули о том, что маршал Маннергейм приказал передислоцировать финскую артиллерию глубоко в тыл, откуда она никак не могла бы стрелять по деревушке Майна. Между прочим, в журнале посетителей кремлевского кабинета Сталина после объявления войны на Западе советский политический деятель, будущий член Политбюро, финн по национальности Отто Коусинен отмечен более 20 раз. Ясно, что Сталин вплотную занимался судьбой Финляндии. Утром 30 ноября 1939 года Красная Армия значительно превосходящими силами начала военные действия на суше, в воздухе и на море. Советские бомбардировщики с аэродрома в Эстонии совершили налет на Хельсинки, бомбили центральные районы финской столицы, вокзал, морской порт и аэродром Мальми. Город окутался густым дымом от пожаров. Таким был первый день Советско-финской войны, которую позже назовут «Зимний». На Западном фронте французская армия в окопах и на линии Мажино умирала от скуки. Решением правительства Франции была создана служба развлечений для фронта. Танцевали и пели до упаду. Слишком много нерастраченной энергии скопилось в застоявшейся крови французских солдат и офицеров. Приближалось время процветания и торжества их врагов. И только вслед за ним всегда наступает эпоха прозрения и поздних сожалений. Нет, без беды настоящих прозрений не бывает. Никогда. Я хотел бы привлечь внимание к одному весьма специфическому сюжету. Сюжету, связанному с вещанием на иностранные государства. На государства, находящиеся на противоположной стороне фронта. Так называемое «иновещание». Известно, что Германия к весне 1940 года обладала, наверное, самой мощной в мире, в Европе, без всяких сомнений, самой мощной системой и навещания. На разные государства Европы и мира вели передачи 43 германских радиостанции на 27 языках. Любопытно, что среди этих радиостанций были радиостанции так называемые «черные». «черные» радиостанции, которые выдавали себя за британские, французские, греческие, иные радиостанции, но, естественно, следовали в курсе германской внешней политики и вещали с территорией Германии. В качестве примера можно привести небольшую ситуацию. Она, может быть, не сыграла какой-то решающей роли, но, тем не менее, весьма симптоматична. Речь идет о том, что с территории Германии на Францию вела свои радиопередачи станция, именовавшая себя «Юманите». Это была станция, которая призывала французских рабочих, которые были заняты на военном производстве, в военной промышленности Франции, призывала к забастовкам. 30 ноября пропагандистская радиопередача из Штутгарта для французских солдат завершалась такими словами. Французы. Гитлер отдал приказ своим солдатам не атаковать вас, не стрелять в вас. Мы будем держать оборону, мы не хотим воевать против французов. Мобилизованный в армию французский писатель и философ Жан-Поль Сартер, слушавший эту немецкую радиопередачу, записал в своем дневнике. А зачем нам эта война? Но чего еще могли желать германские пропагандисты? Нет, доктор Геббельс все-таки был большим мастером своего дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...